Сталин хотел Финляндию в границах царской России, а получил позорную войну, где за 10% территории погибло и было ранено 400 тысяч красноармейцев. Путин сумел повторить. Как ни посмотри, по масштабу потерь вторжения в Украину уже превзошло все войны, в которых участвовала Россия после Второй мировой. Официально потери войны в Чечне и в Афганистане уже меньше, чем верифицированное число погибших в Украине. Хрущев после Карибского кризиса и ядерных угроз стал мировым пугалом. Путин сумел повторить. Как называется моя должность? Пугало международное. В тонкости дела вас посвятит ваш коллега. Все просто. Иногда пугаешь громко, иногда слегка попугиваешь. Брежнев рассчитывал в результате трехмесячной спецоперации поставить марионеточное правительство в Афганистане. Но война растянулась на 10 лет и стала одной из причин развала СССР. Путин упорно пытается повторить. Милитаристский курс и агрессивная политика блока НАТО во главе с США вынуждают нас принимать меры. Более ста лет методички Кремля не меняются. Меняются только палачи за его стенами. Давайте откроем матрешку и выясним, какие преступления прошлого Россия пытается повторить сегодня. Это наша приоритетная, ключевая задача. И почему ни один из старых сценариев, которыми решил воспользоваться Путин, не сработает в Украине? Вывод советских войск из Афганистана. Провал Блицкрига РФ под Киевом. В Кремле всегда работают по одной и той же схеме. Чекисты начинают спецоперацию, а военные продолжают. Но уже не спецоперацию, а войну. Так произошло в Афганистане в 1979-м, когда в Политбюро созрел план установления полного контроля над соседней страной путем замены действующего руководителя марионеткой, послушно исполняющей все московские приказы. Это где мой парень? Умный мальчик далеко пойдет. То есть лояльного СССР Хафизуллу Амина, который приказал задушить подушкой предыдущего лояльного советской власти руководителя Нурмухамеда Тараки, решили заменить на еще более лояльного сбежавшего в Москву Бабрака Кармаля. Шеф КГБ Андропов предложил. Тем более, что Амин, которого начинает теснить оппозиция, сам просит «Брежнев, введи войска!» Надо им удовлетворить в путь. Топик, так вот, блядь. А в СССР совершенно случайно на границе с Афганистаном как раз идут военные учения. Воинские части доукомплектовывают резервистами из гражданских. Ну, чтобы вражескому Западу глаза не мозолить. Значит так, товарищи резервисты, то есть идиоты, нас призвали в армию на сборы для того, чтобы повысить вашу воинскую клавофутикацию. На католическое Рождество эти учения плавно переходят в полномасштабное вторжение. Амин на радостях 27 декабря закатывает банкет у себя во дворце Таджбек, где его травит завербованный повар. Амин любил супы. Повар подсыпал яда в суп. Он был агентом КГБ. А в это время приглашенные советские десантники захватывают аэропорт Кабула, куда из СССР прибывает специально подготовленный мусульманский батальон. Он сформирован из жителей азиатских и кавказских республик, переодетых в афганскую военную форму. При поддержке спецназа КГБ «Альфа» в 19 часов начинается штурм дворца Амина. Похоже, Амин так и не понял, что произошло. Видимо, решив, что его цитадель атакует поднявший мятеж афганские военные, он приказал адъютанту сообщить об этом военным советникам. Советские помогут. И даже когда адъютант прокричал в ответ «Это русские!», он не поверил. В процессе штурма помимо самого Амина и двух его малолетних детей были убиты около 200 охранников, слуг и гостей, в том числе министр иностранных дел с женой, а также советский военврач-полковник Виктор Кузнеченков, который спасал отравленных. Амин с Калашниковым в руках вышел наверх лестницы, чтобы стрелять любого, кто попытается подняться. В этот момент пуля попала ему в бедро. Бабрак Камаль выступает на афганском телевидении и говорит, что произошла революция. Местные военные смели нелегитимного правителя, и теперь легитимным будет он. Второй этап апрельской революции начался тогда, когда генеральным секретарем Центрального комитета Народно-демократической партии Афганистана, председателем Революционного совета и премьер-министром нового правительства был избран товарищ Бабрак Камаль. В итоге спецоперации с кодовыми названиями «Шторм-333» и «Байкал-79», которые предполагали захват главных гособъектов в Кабуле и ликвидацию Амина, прошли успешно. А вот военного контингента, который был введен, хватало только для контроля крупных городов, но не всей территории. Да и резервистов через три месяца пришлось отпускать домой, заменяя их срочниками. Стабилизировать режим не удалось. Началась десятилетняя партизанская война. Товарищ капитан, они все равно, кого мочить? За всю историю никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. С кем воевали советские ваньки? С афганскими фашистами, которых назвали «душманами». Кстати, «душман» в переводе с «фарси» — это враг. Да, уже какая неожиданность. Почему воевали? Потому что в Афганистан должны были зайти войска НАТО и установить в подбрюшье СССР ядерные ракеты. А советские солдаты, зайдя первыми, в последний момент успели этим планам помешать. Ничего не напоминает? Украина. Февраль 22-го года. Российский спецназ, переодетый в форму украинских военнослужащих, едет в Киев, чтобы штурмовать Банковую и захватить, либо убить президента Украины. Но не получилось. Колонна попадает под обстрел. Очень много потерь. Ждали. Компания колонны попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным разбираются. Псковские десантники пытаются захватить аэропорт Гастомель. Не получается. Срывается высадка главных сил. Об этой высадке российское телевидение ничего не рассказало. Хотя мог бы получиться хороший сюжет под названием «Неудачники в тельняшках» или «Как кануло в небытие слава русского десанта». В Украине сохраняется действующее высшее военно-политическое руководство и централизованная власть. Легитимный Янукович, которого достали из комода, отряхнули от пыли и притащили в Минск, возвращается обратно в Россию. Вместо очаговых сопротивлений и партизанской войны, как в Афганистане, российские войска получают в Украине организованное сопротивление. На это не рассчитывали ни чекисты, ни военные РФ. Повторное наступление на Харьков по учебникам Второй мировой Повторное наступление Второй армии в Харьковской области пошло по периметру границы с РФ. Потому что оккупанты хорошо воюют только вдоль железных дорог и действуют по методичке. Мы сначала все разрушим, а потом туда зайдем. Сравнять землей. Да, в принципе, для этого не надо учиться пять лет в Академии. Да, учиться не надо. Нужны только колонны грузовиков, либо вагоны с боеприпасами и топливом. А вдоль российской границы короткое плечо логистики, по которой украинцам бить запрещали. Наступай не хочу. В пятницу утром российские войска начали наступление на севере Харьковской области. О попытке армии РФ прорвать линию обороны сообщила Минобороны Украины. Но мистеру Хаймарсу разрешили посещать Белгородскую область в местах скопления российских войск и снабжения. Украина породила российские комплексы ПВО С-400 к северу от Белгорода. И также, предположительно, при помощи ракет Хаймар. Пришлось россиянам склады отодвигать. Возникло длинное плечо логистики. А с длинным плечом логистики российская и бывшая советская армия воюет плохо. Это уже произвело такой морально-этический шок в России. Точно так же и с бомбардировками крупных городов. Харькова, Запорожье, Днепра и Одессы. Старая тактика запугивания и вытеснения гражданского населения. Это, кстати, тоже уже было в Сирии. При ковровых бомбежках Алеппо. Алеппо – это город, в котором негде спрятаться. Только на прошлой неделе он пережил сотни российских и правительственных авианалетов. Наземного контингента для захвата Алеппо не хватало. Поэтому его разрушили с воздуха, чтобы после зайти и водрузить флаг. Российский флаг никому не может мешать. Если бы у Кремля было бесконечное количество ракет, он бы уже давно уничтожил все торговые центры в Украине. А потом принялся бы за всю инфраструктуру, уничтожив поставки воды, света и тепла. Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запад. И то же самое сделать с другими городами. Но в отличие от Сирии, в Украине противостоит регулярная армия. Есть системы ПВО и самое главное – понимание, что разрушенные Маринка, Авдеевка, Волчанск и многие другие прифронтовые города – это и есть витрина русского мира. Пробник, так сказать. Подпороговые действия, переговоры и ядерная риторика. Пролет ракеты по территории Польши и Шахеда в небе Молдавии. Попытки изменить морские границы с соседями в Балтийском море. Снятые буи на эстонской половине реки Нарва – все это проявление подпороговых действий РФ, согласно доктрине гибридной войны. Только стоило нам или отвернуться, или это было ночью, или же мы уходили из дома. Он ходил и по-маленькому под дверь, под входную. Это тоже уже было. И особенно ярко проявилось, когда Кремль начал использовать в Беларуси мигрантов с Ближнего Востока как оружие. За атаками мигрантов на границы страны стоит Владимир Путин. Кроме того, Польша обвинила Беларусь в организации нападения на польскую восточную границу. В адрес президента России Владимира Путина прозвучала критика за управление растущим потоком мигрантов. Подпороговая агрессия была рассчитана на то, что страны Евросоюза и Балтии не могут ответить симметрично. То есть просто демократические институции не позволяют их политикам набрать тоже кучу мигрантов и закинуть их через Минск в Москву. Ну, никто даже не возмущается. Как будто так и надо. Как будто так и надо. Как оружие используются и переговоры. По мнению Кремля, переговоры – это получение желаемого угрозой применения силы. Это тоже уже было. В Минске. В Первом и Втором. И в Стамбуле. Суть проста. Присоединение Украины к оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Я, честно говоря, даже иногда теряюсь. Где логика такого поведения? Есть и другой вариант. Когда русские понимают, что их бьют и будут бить еще больнее, тогда появляется нечто похожее на Хасавюртовский мир после Первой Чеченской войны или Женевские договоренности о выводе советского контингента из Афганистана. А если он нам сам накостыляет? Он? А нам-то за что? Но это при вменяемом руководстве, которое способно рационально взвешивать риски. А при больном на всю голову появляются ядерные угрозы. Нас все время пытаются обвинять в том, что мы махаем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядера наружения? Это же вы сделали. Так было при Сталине во время Корейской войны, при Хрущеве во время Карибского кризиса и теперь уже при Путине, во время агрессии РФ против Украины. И это тоже уже все видели. 2014, март месяц. Те же самые ядерные учения. Ту-95, которые сейчас пускают ракеты по территории Украины, облетали Европу, а президент РФ приводил в боевую готовность ядерные силы и прочее, и прочее. Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Это такое ядерное тактическое оружие. Чекистов в Институте Андропова не учили применять ядерное оружие, но учили шантажировать. И ядерное оружие – это важный элемент такого шантажа. Война России против Украины началась в 2014 году. И поначалу была успешной именно потому, что и Киев, и Европа создавали планы на мир и развитие. А Москва перечитывала старые методички и готовилась к войне и захвату чужих территорий. Мы концентрируем усилия, финансы, административные ресурсы на решение главных задач. А Штаты вынуждены тратить деньги на содержание вооруженных сил. Иллюзии закончились в 4 утра 24 февраля 2022 года, когда чекисты и военные решили, что они высечены из гранита. Однако оказалось, что они слеплены из материала, взятого из путинского чемодана. Где российская доблесть? Где мужество? Твое говно прячется за мирных граждан. Война будет долгой, сложной, кровавой. Но ее финал тоже очень хорошо прописан в чекистских методичках. Дед их читал очень внимательно и знает, что уже проиграл. И ему страшно. Очень страшно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова